Всем привет! Меня зовут Дегтяров Алексей и сегодня я буду расследовать странное поведение квадрокоптера фармчанина Эдуарда Ильичева. Он выложил свой лог и я решил его исследовать. Для начала вводные данные. Эдуард жалуется, что при отключении ругается автопилот на Bad Gear Health. Далее говорит, что увидел в логах просадку напряжения перед переключением. Отмечаем этот момент, что нужно посмотреть, рассказывать про питание организовал, на серворейку 5 вольт подал и родной пауэр модуль. В принципе это и все. Больше Эдуард ничего не сообщает. Так, загружаем его лог и смотрим. Начну я смотреть в Mission Planner. Помню, что у Эдуарда квадрокоптер, а квадрокоптеры часто страдают от повышенных вибраций. Поэтому я прямиком иду в раздел вайп и включаю клип 0, клип 1, клип 2. Смотрю, оба, на есть клиппинг по... И такое ощущение, что вот этот клиппинг привел к переключению модуля ЭКФ. Так, открою WPM Planner. Мне он больше нравится все-таки. Вот, что я вижу. Я вывел так же клип 0, клип 1, клип 2. И вот в WPM Planner вот эти все диагностические сообщения более удобно выводятся. Пикс Хоки. Два акселерометра, два гироскопа, два компаса. Соответственно, крутится на нем два экземпляра ЭКФ ядра. Нулевой и первый. По умолчанию активен нулевой. Вот пишут, что ЭКФ 2 ему 0, ему 1. Инициализировались, да? И по умолчанию используется нулевой. И как видно здесь, нулевой переключился на первый из-за повышенных вибраций. Далее, когда он там упал, у него, видимо, вибрации пропали. ЭКФ Primary OK. И переключился ЭКФ снова на нулевой модуль. На этом, в принципе, исследование лога можно и закончить. Поскольку дальнейший анализ, он нецелесообразен. Поскольку, в первую очередь, необходимо исключить вибрации. Если возникает клиппинг, то это все. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? То есть, нужно избавляться от вибраций. Также можно вибрации посмотреть в Mission Planner. Здесь выбирается пресет Bolt In Vibrations 3.3. И, в принципе, тоже вводится YPX, YPY, YPZ и клип. А давайте еще посмотрим барометр. Alt и GPS Alt. О, тут интересно с барометром, слушай. Очень интересно. Ну, мне достаточно не нравится вот этот выпад. Скачок в высоте барометра. Я не знаю, из-за чего это могло быть. Я не вижу фотографии, как бы, аппарата. Напоминаю, что барометр очень чувствителен к свету, к солнечному и к ветру. Как это ни странно, да? Барометр, ветер. Вот. Барометр должен быть обязательно прикрыт от ветра, но при этом дышать. И обязательно должен быть прикрыт от прямых солнечных лучей. На него не должен падать свет. Возможно, что-то произошло, и в этот момент попал свет. И барометр тоже глюканул. В целом, если посмотреть график барометра, да? В целом, барометр ведет себя хорошо. То есть, можно, в принципе, сделать вывод, что он, в принципе, укрыт качественно. Свет на него не впадает. Но вот этот вот выпад, возможно, из-за этих вибраций даже барометр глюканул. То есть, эти вибрации снесли крышу барометру. Поэтому, по-любому от вибраций нужно избавляться. Все остальное уже потом. Так. Напряжение. Давай посмотрим напряжение. ВЦЦ. Вот. Смотрим. Видим просадку. 4,7. Без запуска моторов 4,6. О чем это говорит? Это может говорить о том, что плохая разводка земли. Не должно быть такой просадки. Значит, где-то напряжение утекает не там, где должно. Не через общую землю, а где-то имеется земляная петля. Есть предположение, что у Эдуарда не все хорошо с минусовой цепью питания. Но назвать эту просадку критической я бы не решился. Объясняю почему. Все сенсоры и процессор питаются от линейных стабилизаторов 3,3 В. Соответственно, вот это напряжение 4,6 преобразуется в 3,3. 1,3 В для линейного стабилизатора с низким падением напряжения выше крыши. Поэтому эту просадку я не считаю критической. Да, это некрасиво, это нехорошо, но с этим должно все работать. Смотрю, что там на V-серво. В принципе, чуть похуже, но должно работать. Должно работать. Я бы посоветовал прикрепить конденсатор Low ESR на серворейку для сглаживания вот этих вот пульсаций. Чтобы было красивее, но должно работать, повторюсь. Также можно прикрепить Low ESR конденсатор и на вот эту линию питания на основную, на Power Module. Тоже всплески довольно-таки большие. Ну, хотя как большие. 0,03 В это, в принципе, может быть, погрешность измерения. Вот, поэтому, ну, для успокоения души прикрепить Low ESR конденсатор хуже сильно не будет. Вот, поэтому с питанием я считаю, что относительно все в порядке. Пожалуй, на этом и все на сегодня. То есть, я считаю, что основная причина возникновения данных проблем у Эдуарда, это повышенные вибрации полетного контроллера. Эти вибрации, возможно, привели к проблеме барометра. Вот этот всплеск, что, в свою очередь, привело к переключению ЕКФ ядра на другой. Вибрации, конечно же, сильно никуда не ушли. Как большие были, так и остались. Что, в итоге, снесло голову к ваду. Вот, видите, отрицательная высота. И он там рухнул. Это можно отследить по логам. CT, Death Roll и Roll. То есть, просто он как бы ровненько-ровненько шел там, бац, и упал. То есть, по всем осям он там полный рассинхрон пошел у него. Вот, такие дела. Если было интересно и полезно, ставь палец вверх, лайк, подписывайся на канал, задавай вопросы в комментариях. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.